МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новые лидеры, умеющие быстро и качественно принимать решения, оперативно отзываться на вызовы времени и откликаться на тренды. Именно таких людей ищут сегодня не только для правительства Чувашии, но и для бизнеса и многих организаций. Как проходил полуфинал республиканского конкурса «Управленческая команда» расскажем сегодня в нашем репортаже. Конкурс «Управленческая команда» учредили в Чувашии по инициативе в Рио главы республики Олега Николаева. Он сам участник первой волны президентской программы подготовки правленческих кадров для Организации народного хозяйства России. В начале года более тысячи жителей Чувашии и других регионов страны изъявили желание участвовать в этом конкурсе. В этом году в полуфинал республиканского состязания вышли по итогам заочных туров 102 человека. Чтобы стать участником полуфинала, все они выдержали различные испытания, отвечали на вопросы тестов, писали проекты, защищали их. Это первый очный этап, на котором каждый участник увидел своих конкурентов. Я участвую для того, чтобы лично для себя, чтобы проверить свои силы, на что способен, на сколько, так сказать, мои способности и возможности совпадают с моими целями. И для, собственно говоря, блага республики в том смысле, что хотелось бы немножко поднять престижи нашей науки. И я посчитала, что этот конкурс – замечательная возможность, во-первых, донести весь этот опыт, потому что письма письмами, да, они попадают куда-то вот на стол, и не всегда на них специалист, допустим, министерство реагирует. Кроме того, здесь есть очень классное, заинтересованное сообщество. Здесь все развитологи, здесь все активные. И можно найти как раз вот этот вот пул людей с горящими глазами, которые помогут мне реализовать мои идеи. Для меня это, прежде всего, возможность проявить себя, реализовать свой проект. Ну и, конечно же, это наладить дополнительные какие-то коммуникационные связи. Ну и я очень рад, что я попал в число полуфиналистов и вижу здесь таких привлекательных, очень образованных, умных людей. Все они в течение дня слушали мастер-классы, участвовали в деловой игре и разрабатывали проекты. Для каждого из них участие в таком конкурсе не только возможность войти в кадровый резерв, но и проверить себя. Когда объявлялся конкурс, мы, прежде всего, правительство Чувашской республики, исходит из того, что необходимо формировать качественный, профессиональный кадровый резерв из тех людей, которые, прежде всего, имеют внутреннее желание, стремление работать в органах исполнительной власти. Ну и, конечно же, для этого имеют соответствующие квалификации, компетенции, а самое главное, искренне желает их развивать и сделать намного больше, чем сегодня уже делают. Молодые, инициативные, активные лидеры нужны всегда и везде. Будь то правительство, организации или предприятие, малый и средний бизнес. Люди, умеющие организовать общество или процесс, особенно стали нужны сейчас, в период пандемии. Именно это время – время появления человекоориентированных технологий. В том будущем, о котором мы говорим, в будущем, где высокие технологии действительно берут на себя большое количество когнитивных, интеллектуальных задач, ведь произойдет такое довольно явное расслоение людей на тех, кто ставит задачи для технологий. Технологии сами по себе не рождаются. Кто-то должен сформулировать задачи, должен создать эти алгоритмы, должен поставить вопросы. И тех, кто будет пассивным потребителем. Ну, это неизбежно. И я думаю, что как раз те, кто были сегодня в зале, это те люди, которые хотели быть лидерами, то есть постановщиками задач для технологий, да, то есть теми, кто будет управлять технологиями. В полуфинале участников ждал обучающий блок, коммуникационная и проектная работа. В течение дня личные и профессиональные качества, лидерские способности, командное взаимодействие оценивали специально подготовленные эксперты. 32 человека прошли обучение и знают, что требуется от кандидата, который зачисляется в кадровый резерв. Они должны молниеносно принимать решение. И это решение должно быть выдержанным, конкретным и приносящим результат. У каждого из них есть очень большой соответствующий пакет брифов, по которым они анализируют. Это многомерная оценка. Каждый эксперт оценивает по нескольким компетенциям участников, причем оценка десятибалльная. То есть это позволяет нам обеспечить максимальную разрешающую шкалу, и у нас практически не будет конкурсантов с одинаковыми баллами. Скотч, клей, маркеры, листы бумаги и бутылочки с водой. С помощью таких подручных средств участники конкурса должны были выполнить задание деловой игры. Что вам необходимо будет построить? Итак, мост. Прошу обратить внимание. Ширина 15 сантиметров, высота 15 сантиметров и длина 75 сантиметров. Это конкретный проект. Будем отслеживать. Я сегодня добрый, поэтому разрешаю добавить плюс один сантиметр. Мост оценивается по критериям устойчивости и грузоподъемности. Поставят или прокатят эту машинку по вашему мосту. Надеюсь, что он при этом не сильно прогнется, а самое главное не развалится. Один из ключевых элементов это листы бумаги А4. Они ограничены, поэтому будьте очень аккуратны. Приготовились? Поехали! Казалось бы, несерьезное решение, но именно оно позволит оценить и лидерские качества конкурсантов. Умение командовать и подчиняться, а еще управлять своими эмоциями и эмоциями команды. Способность передать результат переговоров и контролировать время. У нас две опоры и мост со звездом. Сейчас удачный организатор. Как мы хотели, мы не можем. Вот он сейчас проговорил, что одна часть справа, другая слева. Сейчас мы подходили с той командой седьмой организатором. Похоже, что две опоры через моста, что ли? Половину делают они, так что? Да. Ну это не тяжело, потому что там всегда они, правильно? Нам надо делать половину моста. И все, концепция не меняется. Опоры ставим по диагонали. Вот у нас площадка. Одна здесь, другая здесь. У них одна здесь, другая здесь. Вот так. Вот так стоят опоры. Нам четыре опоры за задание. Вот так будет, да? Вот так будет проходить. А, понял. Я уже играла в эту игру. Ты уже знаешь примерно решение. Но и подсказать хочется, потому что все равно за них переживаешь. Но и в то же время хочется еще раз это испытать. А как вы оцениваете работу команды сейчас? Очень сильная команда. Очень она мне нравится. Очень трудно кого-то выбрать, потому что действительно это команда. Они очень быстро нашли общий язык. Они очень хорошо работают вместе. И я думаю, что это действительно команда лидеров. Это действительно команда управленцев. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Все, строительство закончено. Команды перебираются за том столом, на котором они будут соединять и только половинки. Меняем, меняем. Дождик прошел, дождик прошел. Дождик прошел, да? Да, нормально. Машинка, машинка легче. Вот отклади. Все, стоит. Все, ставим, ставим, все. Давайте. Все, лучше играть, хорошего. Не ломайте. Все, ладно. Мы готовы. Все, теперь. Вот самое гармоничное. Самое надежное. После завершения работы обязательное обсуждение процесса. Так называемая рефлексия. Все ли получилось? Все ли пошло по плану? И довольны ли своей работой? Когда начало был план, мы его придерживали. Да, и команда особенная. То распределили. Ну, мы его сделали визуальнее, сделали по красивой. Во-первых, мы сделали более симпатичным. Каждый самостоятельно успел определить свою роль в изготовлении этого моста. То руками работает, то между столами бегает. То есть в течение пяти минут буквально сложилась сложенная работа команды. И это нам помогло создать вот этот вот шедевр, не постесняюсь этого слова. Лидеры были в обеих командах? Коммуникаторы, наверное, кто ходил. Коммуникаторы были. Коммуникаторы были, да. Мы эффективно и рационально использовали все те материалы, которые нам были даны на наших столах. И благодаря этому получилось срок его построить. Мы периодически обменивались информациями и быстро выбирали лучшую из них. Именно после этого конкурса в каждой команде должен был появиться лидер лидеров. Ведь во второй половине им предстояло придумать и защитить проект. Но сначала теория. Какой тип мышления больше присущ каждому собравшемуся? Нужно бежать, ждать изменений или перезагрузиться, чтобы они пришли? Как действовать во время кризиса и выйти из него на качестве на ином уровне? Именно об этом было выступление бизнес-тренера Надежды Беловой. Есть такой, я не знаю, миф, он не миф, что лидерам нужно родиться. Есть такое, говорят. Вот. А мне очень хочется, чтобы лидерам еще можно было стать. Среди конкурсантов не только предприниматели. Заявки на участие в управленческой команде подали и сотрудники администрации муниципалитетов. Для нас это на самом деле шанс. Шанс приобрести дополнительный жизненный опыт. Приумножить те знания, которые были нам заложены в образовательных учреждениях, на тех местах работы, которые мы представляем. Ну и если есть такая возможность, будет приятно поделиться этим же опытом, о котором я уже говорил. И сделать что-то такое, что послужило бы во благо Родины, во благо Чувашской республики. Одна из тем стратегической сессии – Чувашия – центр притяжения. Полуфиналисты должны были найти сильные и слабые стороны региона, угрозы и возможности. И учитывая, что все конкурсанты знакомы с различными сторонами жизни в республике, обсуждение шло достаточно активно. У нас хорошая экология, у нас красивые места. У нас есть Волга, которая всегда являлась центром притяжения для жизни изначально. Поэтому не рассматривать как место для отдыха, я считаю, неправильно. Но если рассматриваете вообще желание большинства людей, большинство людей хотят подыхать на море. Мы же для бизнеса сейчас говорим, да, это к возможностям относится к экологии. У нас люди получают малое и при этом достаточно довольны. Достаточно довольны. То есть цена человека-часов у нас максимально привлекательна по сравнению с другими субъектами. То есть дешевая рабочая сезона. Географическая расположенность. Это сильная сторона или возвратность? Ну все-таки, наверное, сильная сторона. Клодность населения. Клодность населения – это плюс. Трудовая миграция. Вот это угрозность. А рабочих мест немало. Зарпланты мало. Низкая зарплата. Вот это другое. Да, вот это да. Так, люди, что такое культура? Наша культура чувашская. И в чем у нее внутренняя сильная сторона? Я сейчас там очень ровно. Вот мне надо объяснить. Что? Кто подруга? Привлекательность. Видишь? Я подхожу сюда? Непонятно. И мне непонятно про что. После выполнения этого задания конкурсанты должны были продумать план действий и прописать. Мы можем развивать собственное производство, меньше закупать. Ну, то есть, грубо говоря, делать приоритетно, как в Татарстане на полках магазинов выкладывают, то есть свое. Сейчас время ставит новые задачи перед лидерами и руководителями. По данным экспертов, важно не просто быть креативным. Нужно быть гибким и уметь разговаривать с людьми. Наверное, вот сейчас, в последние годы, самое главное различие – это в том, что лидер прежде всего должен управлять собой. Вот своим состоянием, своей энергией. И вот только за счет этого он может двинуть вперед. И вот это вот такая вот… И это вот не просто про харизму, которую раньше говорили. Это именно про веру в свои силы, потому что вот на эту идею он же должен зажечь этих людей, они же должны двинуться. И самое удивительное, что я, когда сегодня зашла в зал, увидела очень вовлеченных, очень таких людей с горячими глазами. Вот вы знаете, это для меня, в отличие вашей, прям очень-очень как-то душевно. Итог работы – презентация проектов, которые разрабатывала каждая команда. Активное обсуждение, защита идей, их проработка – все это решалось за столом. Удивительно, но большинство проектов имели социальную направленность, поддержка пожилых людей, улучшение предоставляемых медицинских услуг, цифровизация, экономики и туризм. Тема – медицинский туризм. Все мы знаем, что при наличии хорошей медицинской базы, а также высококвалифицированных врачей, которые, к сожалению, в небольшом количестве уезжают в большие города или переходят работать в небольшие частные клиники, при этом медицинский туризм мало известен нашей республике. Три минуты на защиту своей презентации с доводами, возможностями и угрозами. Суммой инвестиций и даже порой продуманным планом действий. Некоторые проекты выглядели иногда очень фантастично. Мы бы хотели вам представить один из направлений нашей программы. Это создание особой экономической зоны Чувашия, как территории беспроцентных кредитов, программы запретов оттока капитала из нашей республики и создания игорной зоны Заволжья. Вторым пунктом развития особой экономической зоны Чувашии мы видим привлечение технологических производств. Оценивали действия каждого и команды в целом и министры республиканского правительства. Среди них и финалист конкурса «Лидеры России», министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов. Очень хочется, чтобы это было только началом, что этот конкурс покажет всем открывающиеся возможности. Следующие участники, которые будут уже идти по проторенной дорожке, они будут знать, что для них есть реальные возможности, есть тот социальный лифт, есть то, ради чего можно стараться, проявлять инициативу, решать кейсы, собираться в команды. Мне очень понравились и нравились те проекты, и нравятся те проекты, которые ребята презентуют, где говорится о какой-то уникальности. Вот если мы сможем найти уникальность, в любом, она на самом деле под ногами, просто нужно ее увидеть и вытащить, реализовать. Мне очень понравились идеи, связанные идеи, которые изучали сегодня. Первое – это про туристический кластер, очень интересные есть мысли. Мы видим сразу, что беспокоит и жителей республики, но в данном случае мы видим достаточно квалифицированных людей в разных отраслях. И когда мы слышим, что проблемы, которые они озвучивают, они повторяются, вот мы уже послушали три проекта по туризму. То есть, значит, действительно в этом есть рациональное зерно, и то, что в комплексной программе это направление заложено, значит, это было сделано правильно. И сегодня мы слышим какие-то уточнения, свежие идеи. Понравилось то, что вообще республиканский конкурс управленческой команды, на мой взгляд, состоялся. Здесь в этом зале находятся сто чисто любивых дублеров. И сошли с ним, что дай бог им лучше нашего сыграть. Конечно, мы заинтересованы в развитии, и чем больше придет умных, хороших, замечательных, порядочных людей в команду, Олега Алексеевича, тем лучше будет для республики. Бросающий вызов достигнет успеха. Эти слова Мара Хаяма взяли организаторы в качестве девиза республиканского конкурса «Правленческая команда». Из почти тысячи бросивших вызов до финала дойдут лишь 25. И только пять станут победителями первого республиканского конкурса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова